В Видновском дворце спорта состоялось грандиозное событие. Сюда съехались спортсмены мирового уровня мужской премьер-лиги для участия в клубном чемпионате России по настольному теннису плей-офф 2014. Сначала теннисисты сражались в предварительных раундах, а в воскресенье турнир закончился суперфиналом, где и определился победитель. Подробности в репортаже Юлии Погасьян. Мужская премьер-лига – это элита российского теннисного спорта. Сюда входят 10 лучших теннисистов мира. На этом чемпионате не было и намека на дилетантство. Все спортсмены – игроки высшего уровня. Четыре тура клубы соревновались за право выйти и бороться на этапе плей-офф. Восемь команд из 12 получили это право. Бронзу взяла команда «Магистраль» сборная Московской области. И теперь осталось выяснить отношения между сильнейшими. В суперфинале «Факел Газпром» и «УГМК». Преимущества пока нет ни у одной команды. И, как я ожидаю, борьба будет упорной, затяжной. Фактически до последней встречи неясно будет, кто же станет чемпионом в этом году. Наши спортсмены набираются опыта именно на этих соревнованиях, где играют сильнейшие из мировой элиты. Настольный теннис – очень увлекательная игра. Практически каждый человек хоть раз в жизни брал в руки ракетку. И, в принципе, игра довольно легкая, когда не начинает быть профессиональным спортом. Вот сегодня я уже два часа вот здесь сижу, начинаю вовлекаться в этот вид спорта. И понимаю, что в этом виде спорта может быть человек независимо от какого роста, независимо от возраста. И это очень демократичный вид спорта. Чемпионат посетило много почетных гостей. Одним из них стал заядлый любитель тенниса Игорь Левитин. Он сам в молодости занимался этим видом спорта, а сейчас активно помогает теннисистам, чтобы эта игра стала популярной в России. Конечно, организовано все на высоком уровне. Все те стандарты, которые требуются при проведении таких игр, они все здесь выдержаны. Поэтому я очень доволен, что в России на таком уровне проводятся чемпионаты. Проводить матчи такого уровня не только сложная задача для организаторов и принимающей стороны, но и возможность развивать регион и делать престижными города, в которых они проходят. Для Московской области одна из приоритетных задач сделать Подмосковье привлекательным для большого спорта, ведь это в том числе способствует пропаганде здорового образа жизни. Удача губернатора, что мы топовые соревнования к себе должны приглашать. Вот может быть нам пока, наверное, как в Москве не хватает таких топовых спортивных сооружений, но тем не менее где-то 69 спортивных сооружений, на которых можно проводить чемпионаты страны, и даже чемпионаты Европы, и чемпионаты мира, я имею в виду в первую очередь конькобежный центр в Коломне, у нас есть. Поэтому мы хотим такие соревнования к себе, как говорят на эти молодежь, затаскивать. После долгой и напряженной финальной борьбы, она длилась более четырех часов, стал известен победитель клубного чемпионата России 2014 года. Оренбургский факел «Газпром» взял первое место.